Всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, и это шестой эпизод видеопрохождения Spider-Man Age of Time. Погнали! Итак, мальчики и девочки, я переодел сейчас Человека-паука 2099 года, Эмезинга, которого, видите, перед собой я оставил в такой же одёжке, я ещё не насмотрелся сам. А тем временем мы продолжаем. Только что я в предыдущем эпизоде освободил Человека-паука Мигеля О'Харо от кризиса, скажем, его среднего возраста. Теперь он жив и здоров, а мы двигаемся дальше. Тянем-потянем. Там было три генератора, которые взрывались практически. О, смотрите, у нас тут золотой паук. Я взял его, очень доволен. Теперь уже... Недолго думая, я иду далее. Выбитая дверь меня всё же заставила задуматься на секундочку. А не настоящий ли это тупик, который я достиг в игре? Но нет, нужно продолжать сражаться! Не похоже на автоматическую дверь. Здесь требуется два человека. Однако, я могу молниеносно побежать после того, как нажму на рычаг. О, быстрее двигаемся! Чёрт! Короче, фишка в следующем. Нужно нажать... А, значит, два рычага. Итак, нажимаем кнопочку, а потом двигаемся, ну охренеть, как быстро вот к той дверке. Там у неё, видите, таймер поставлен. Включаю постоянно свою суперскорость паука, как только она становится доступной. Вот, опять стала полностью доступной. Я её включил и двигаюсь максимально быстро с паучьей силой. Стараюсь. Здесь спрыгиваю, и вот я уже на полпути к дверке. Она открылась, я успел. Беру жизни и очёчки, которые я потратил. Собственно, в предыдущей комнате вы это не видели, дорогие друзья. Внимание, охрана! Немедленно схватить нарушителя. Так, тут у нас мужики появляются. Электронные мужики. Ух ты, лазеры? Лазеры? Интересно, это самонаводящиеся лазеры? Потому что, мне кажется, да. И нифига, это непросто. Откуда они там стреляют? Их всех надо вынести нахрен. Чёрт, не могу разобраться. Откуда же они стреляют? Не удастся мне открыть сейчас дверь, увы. Потому что тут всё же поцеки... Да блин, тихо. Тихо, пацаны. Дайте-ка я вас быстренько и забью. Ой, как скоро нужно мне открыть эту дверь. Давай уже, давай, 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 давай. Открылась. И этот лазер, который жжёт меня, никак не хочет успокаиваться. И ничего я с ним не сделаю, просто пойду далее. Соберу жизни. Буду следовать за антивеномом. Это же он, засранец. Нет. Это не он, я вознался. Внимание, охрана. Необходимо нейтрализовать врага. Что это за дрянь-то такая? Похоже на то, что она сбежала из музея неестественной истории. Мне только интересно, нейтрализовывать собираются меня или эту дрянь? Или нас обоих? Мне всё же кажется, что на этого пацанчика бояки вообще наплевали. Только меня хотят задолбить. Давайте, давайте, чуваки. Нападайте. Я всё ещё свеж. Меня ещё нужно неплохо так поджарить, чтобы победить. Сокрушительный удар наношу всем. Нашёл ключ. Какая неплохая разработка, да? Я про вот эту тварь, которая бросается минами. Органические мины, по всей видимости. Интересно, они будут телепортироваться здесь бесконечно? Поскольку они служат мне, знаете, таким живым источником опыта. Ничего, я доберусь до этого парня. И забью его! Остался кто живой, а? Да, вот они, стрелятели. Сколько же вы будете раз появляться тут? Недомерки! Но подожди! За тобой уже идёт человек-паук! Всех раскидал наш бравый паучок. Теперь нужно причитающуюся награду забрать. Ещё больше фишечек я почти собрал. Ускакал, к сожалению. Вот. В этой комнате нас что ждёт? Ай, да не нужно по углам прятаться, паучок. Ты лучше на компьютере тут понажимай. Красавец! Набрал необходимое тебе количество очков для того, чтобы чувствовать себя суперменом. Или супервуменом. Уж не знаю, кому как больше нравится. А поскольку я взял ключ, то мне нужна дверь, которую этот ключ, собственно, можно вставить. И вот. Она. Здесь комната, в которой предстоит сражение с Эдди. Назад, Эдди! Ты марионетка! Тебе нужно бороться с кукловодом, а не со мной. Это сложно для меня. Очень. Ты не знаешь, что делаешь. Я знаю достаточно. Ты должен умереть. Или мы оба будем жить. Ты думаешь, ты настолько лучше, чем я? Ведёшь себя, будто бы тебе есть какое-то дело до меня. Я беспокоюсь о том, что ты можешь причинить другим людям. Ну и мне. Но если ты сможешь бороться с этим, он не может. Поверь мне. О да, я всегда верю людям, которые пытаются убить меня. Так ты и есть главный психопат. Нас не представили. Я чувак, который остановит твои планы. Желаю удачи с этим. Антивеном? Прикончи его. Нет. Не могу. Впечатляющая сопротивляемость. Но активируя все контрольные чипы, я освобожу твою животную сущность. Это должно помочь. Ну здорово. Эдди стал большим и тупым. Как бы намекая нам на то, что... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Своей паутиной? Он сковал нас. Не вижу никакого выхода. Нужно сражаться. Ну все уже чуваки поняли, что антивеном сейчас под контролем вот этих самых чипов находится. Не может им вообще сопротивляться. Ох, бросает нас. Бьёт по роже. Ой, опять нас смазал своей паутиной. Класс, он регенерирует. На что может быть проще? Вы поняли, да? Этот гамнюк самовосстанавливается. Он регенерирует. Что происходит? Я сражаюсь с Броком. Это худшее, что можно придумать. Если ты проиграешь... А как насчёт того, чтобы заткнуться? Отвлекая меня, ты совсем не помогаешь. Если ты выживешь, то я сам тебя прикончу. Бьём, пока у нас есть шанс. Куда побежал этот... Переросток. Перекачанный болван. Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Сейчас тот момент, когда нужно на Бен жать. Что, успех? Там есть жизни. Я хочу скорее их подобрать, честное слово. Есть кто дома? Эдди? Мы закончили? Непонятно. Мигель, хорошие новости. Оказалось, ты был неправ. Надеюсь, я не задел твоё эго. Думаешь, если бы ты умер, я был бы доволен тем, что прав? Не думаю, что ты доволен тем, что ошибался. Я знаю о тебе не настолько мало, как ты знаешь обо мне. Всё, что я знаю, это то, что Брок выбыл из игры. В этом лучше убедиться. Может, побеседуем, Эдди? Возьмём кофе. Как тебе это? Давай же, паучок, иди быстрее. Я не могу терпеть то, как медленно ты идёшь. Но это сюжетная часть. И мне приходится с этим мириться, пока я могу полюбоваться на свой шикарный костюм. Собираем сладкие фишечки. Заходим практически в ловушку. Хорошо. Похоже, я могу вернуться назад и расправиться со Слоуном раз и навсегда. Отлично. Пауча чутьё не работает. Пытаюсь очистить тебя. Иди, очисти себя. Отличная попытка. Не сработало? Да, сработало. Время закончить работу. Ух ты, и что же нам делать? Мы потеряли свою суперскорость. Как же быть? Я вообще дезориентирован. Теперь предстоит только лишь отпрыгивать от него, когда он начинает свой кулак заводить над плечом. Отпрыгнул, даю ему сдачу. А в этот раз не дал. Очень больно нас пытается уделать Брок. Но мы сопротивляемся. Чип, который засунули в тебя, извращает твою силу. Борись с этим, Эдди. Ты уже почти умер. Ух ты, уклонение, уклонение. Эдди, ты что, не втыкаешь? Это твой шанс вернуть свой разум. Положи этому конец сейчас. Положу конец. Да. Убил тебя. Вот и кончилась моя паутина. Фантастический. Охара, похоже, ты был прав. Поверь мне, это последняя вещь, которая мне нужна. Шлифанем по ним. Ну вот, мы опять играем за Мигеля Ахара. Обратите внимание, костюм крутой я одел. Это же Капитан Вселенная, мать его. Кто помнит старую игру на PlayStation 1, а также на Sega Dreamcast, Spider-Man, а также Spider-Man 2 Enter Electro. Этот костюм обладал неуязвимостью бесконечной паутиной, удлиненной дальностью прыжка. В общем, был самым настоящим читерским костюмом. Вот, я думаю, фанаты тех старых игр его вспомнили. И имеют к нему некие теплые чувства. А пока я вырубаю последнего робота, забираю его ключ и вхожу в эту самую дверь. Я почти добрался до временных ворот. А когда ты доберешься? Что дальше? Да не волнуйся. Да, с чего бы мне это? Да вы издеваетесь надо мной. Паркер, еще одно искажение времени. Оно блокирует мой путь. Не вини меня. Я никого не виню. Мне нужно найти другой путь к воротам. Какая-то мышка сдохла. Лучше бы уклониться от этого, что бы это ни было. Роботы уже на меня оболчились. Но тем не менее, они знают, что все это бесполезное действие. Ничего не остановит крутого, мужицкого, бесконечного Капитана Вселенной. И только луч и ракеты, скажем, могут затормозить меня на какое-то мгновение. Лишь мгновение отделяет меня от победы. Каждый враг падет. Каждый противник будет умолять меня о смерти, о прекращении мучений. Ну вот один, вот второй. Сколько вас еще здесь? Ракета летит в меня, кем-то она запущена. Нужно найти источник своих бед. Вот он. Ты что делаешь, парень? Твои полеты меня пугают? Давай уже сдавайся, разрушайся. У тебя же должна быть кнопка самовозгорания. Итак, путь свободен. Иду далее. Вот так. Тянем, подтянем, вытянуть не можем. Что нужно делать-то? Что, собственно, нужно делать? Ну как только туда проникнуть? Черт, дери! Вот примерно так. Мне нужны мои очки. Бесконечные очки. Я успел? Нет! Неужели я не успел? Паука начинает убивать! О, нет! Я выжил! О, Ахара? Я... Я советую тебе подшевеливаться. Просто продержись немного дольше. Ты издеваешься надо мной. Если бы Брок не был занят борьбой с тем, что контролирует его, я был бы уже весь избитый. Уже на полпути, спешу как только могу. Там уже паучок подыхает практически. Брок над ним издевается. Но как мы уже знаем, это Брок не по своей воле делает, а благодаря вот этому вот мужику, ученому, которого мы видели еще в самых первых эпизодах видеоопровождение Spider-Man Age of Time. Хочу заметить, что длина эпизодов не изменится. Она будет такой же, скажем, 10-20 минут, потому что, как показывает статистика, так лучше для всех, в том числе для меня, дорогие друзья. Нужно быстренько разобраться. Ты что, ракету не выпускаешь? Осталось несколько противников, буквально. Давай, летунчик, сдавайся. Все кончено! Ну никак они, видите, не угомонятся. Все пытаются, пытаются. Такое еще не, будто я уже два красных ключа взял. Мощные удары через сальто были сделаны. На самом деле, я уже три ключа взял. И вот все три к одной двери. Какая высокоохраняемая дверь. В этом секторе активность запрещена. Ты что, обалдел запрещено это делать? Какого черта? А, меня просто почистили походу. Ух ты, какое место прикольное. Целый склад. Знаете что, дорогие друзья, исследовать его мы будем в следующем эпизоде видеоопражнения Spider-Man Age of Time. А сейчас всем спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.